Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Афины и Кентавр Сандро Боттичелли. Действительно красивая картина. Я видел ее в галерее Уфице в Италии. Минерва была богиней войны и мудрости, покровительницей искусства. Кентавр мифологически существовал с торсом руками и головой мужчины и с ногами и телом коня. Кентавры считались выражением всего низкого и животного в человеческой натуре. По преданию они происходили из древней Фессалии, страны, населенной людьми с ливущими замечательными всадниками. Кентавры отличались дикими нравами и грубыми манерами, а кентавр Несс даже пытался похитить жену Геракла. На своем полотне Боттичелли изобразил Афину необычно соблазнительной, подчеркнув изгибы ее тела в прозрачном платье. В руках у нее алебарда, атрибут богини войны. Она также легко узнаваема по оливковым ветвям, которые украшены ее волосы и одежда. Согласно мифу, создав Аливу, Афина одержала над Нептуном Посейдоном победу в споре за владычество над Афинами и дала этому городу свое имя. Кентавр, получеловек-полуконь, слегка отпрянул от богини, который протянул к нему руку и нежно гладит его по волосам. Он выглядит очень опечаленным, по-видимому, из-за того, что прекрасный человеческий облик Афины заставляет его осознать низость своего естества. Переплетенные кольца, вышитые на платье Афины, это эмблема семьи Медичи. Это полотно заказал Пьер Франческо де Медичи, так же, как и два других, весна и рождение Венеры. Надо отметить, что существует целый ряд аллегорических толкований этого произведения. В нем видели победу Лоренцо Великолепного над Неаполем, победу Медичи над Пацией, соединение страстей и мудрости у Лоренцо. Имеется большое и широкое толкование, как победы мудрости над страстями, что обсуждалось, ну и вообще предлагалось понимание картины, как вообще победы сил мира над силами разрушения. Ну вот такое описание я нашел в картине Сандра Боттичелли «Афины и кентавр». Все, всем пока, всем привет, до свидания, всего хорошего, посмотрели на эту работу. Пока-пока.